Субтитры делал DimaTorzok Мы не сомневаемся, что ближайший час для вас пролетит незаметно, но причем еще и полезно, ведь это клуб науки и комедии. И именно наше шоу поможет увеличить вам количество нейронных связей в головном мозге. В этом шоу комики и блогеры перевоплощаются в исторических персонажей и отвечают на вопросы о них. Первая информация, которую вам и вам и вам, естественно, нужно знать, это наши правила. Наташа, вываливай. Все как обычно в целом. За правильные ответы вы получаете от меня по два балла. За какие-то интересные, необычные, смешные по одному баллу от Димы. Так, но здесь надо сразу сказать, что у нас сегодня достаточно странный специфический выпуск. Дело в том, что мы обычно здесь играем с историческими личностями, а у них есть одно общее. Они все умерли. К сожалению. Сегодня выпуск иной. Сегодня будут три персонажа, которые до сих пор живы. Ну, мы не знаем, когда выйдет выпуск, но на данный момент все в порядке. И желаем вам долгих лет здоровья. Сейчас определим, кто же кого будет исполнять на этой сцене. Для этого нужно представить людей, которые на этой сцене собрались. Итак, под ваши аплодисменты. Советский и российский социолог и экономист. Кандидат экономических наук, доктор социологических наук, профессор. А, нет, это ошибка, это просто тезка. В общем, хороший человек Сергей Мисоедов. Сергей Мисоедов, а ты знал о таком тезке? Где-то, да, когда гуглишь свое имя в интернете. А ты из этих, да? А я из тех, кто гуглит свое имя в интернете. Ну, а следующий наш участник, это человек, у которого нет столь выдающегося тезки. Но мы все равно его любим, ценим. Он уже у нас был. Андрей Жмыхов. Привет. Манера речи следующего нашего участника настолько убаюкивает, успокаивает, что его стендапы включают пациентам психлечебниц. Алексей Юрьян. Всем привет. Редкий случай, когда аплодисменты невозможно в твоем случае перекричать. Лех, привет. Здравствуйте. Сереж, вопрос всем новичкам, все время один и тот же. В образе какой исторической личности ты хотел бы сегодня находиться? Блин, сложно сказать. Много есть разных хороших людей. Я не знаю, вы же, наверное, визуально еще подбираете, на кого больше. Да, да, да. Так я могу выбрать, да? Реально? Нет, ну ты можешь предложить. Ну, я бы кем-то веселым хотел бы быть. Ельциным, например. Веселый. Тут еще... Веселый. Так мы его и помним. Тогда ты просто выйдешь, сейчас в лодке хряпнешь и зайдешь. Все нормально, так получится. Первый раунд, это так называется. Угадай, кто ты. Поехали. Погнали. Для начала участникам предстоит угадать, кем они будут. Если вдруг вы не угадаете из двух подсказок, которые Наташа вам будет говорить, то, соответственно, мы вам покажем портрет. И это тоже в пределах нормы. Но если по портрету угадаете, всего один балл. Но если по портрету вы не узнаете, кто же вы, хотя это люди сплошь известные, то это уже минус два балла. И еще мы и сделаем так вот всем самым. А вот так посмотрите на нас и посмотрите, какие персонажи мы можем не угадать с фотографией? Да. Вы можете все. Верьте в себя. Мы просто Серегу еще не очень хорошо знаем, он у нас первый раз. Но дабы подхлестнуть ваш интерес, я покажу приз, за который вы сегодня будете бороться. Приз. Леха, ты хотя бы раз выигрывал? Да. С каким призом уходил? Чайный гриб. Я хочу сказать, что это еще и нечего. Это еще и нечего. Я сегодня сварил яйца в вашем презе, у меня черпак не обыгрывал. Морской бой, магнитная игра. Это отлично. Два игровых поля, два металлических игровых поля, два дополнительных, 20 магнитных фишек, два маркера мазафака. Что, и маркеры? Маркеры, да. А с кого начнем, Наташа? С Алексея давай. Давай с Алексея начнем. Твоя фамилия переводится как Козырь. Кто ты? В курсе ты или не в курсе, как будет слово Козырь по-английски и все. Козырь. 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 Да, окей. Козырь. А давай второй подскажет. В честь тебя назван Небоскреб. Empire Couser. Стоит белоченька. Ты знаешь? Дональд Трамп, абсолютно верно. А я вот этого не знала. У Трампа есть Небоскреб, который он построил и назвал все себя. Блин, я бы хотел быть веселым дедом, а ему достался в итоге. Тебе тоже кое-что интересное досталось. Про тебя пела группа Гориллос. Клинт Иствуд. А можно ворвать в первом раунде? Ворвать нельзя, но можно было бы таким образом подсказывать. Серега, правильно говоришь, Клинт Иствуд. Ну, это со всем уважением отнеслись к тебе. Обычно в первых участниках мы наряжаем ублюдки сначала. А тут, смотри, ты сразу уже. Панч Боба. Ну как, прищурься, прищурься. Ну, одно лицо. Вообще можно не дримировать даже. Круто. То есть я могу курить сидеть, да? Да, да, да. Да, и стрелять. Андрей, ну остался ты. Ну, сейчас что-то будет про меня. Против, спели любые там. С первого вопроса угадаешь? Давай, поехали. Знаю тебя, погоди, это невероятно большой комплимент тебе. Невероятно большой. Твой кумир, советский штангист Юрий Власов. Ха, я знаю. Я знаю. Погоди секунду. Я знаю. Можно сказать? Да. Шварценегг? Да, ты ордой, Шварценегг? Все правильно. Блин. А вот так убери. А мне НУЗ добавят здесь что-то вот? Да, да, да. Все под ломало. Тогда я буду вот так сидеть всегда. Я вообще, Наташа, считаю, что сегодня просто какой-то невероятный вызов для наших художников по гриму и художников по костюму. Да, они же только сейчас узнают, во что надо красить. Они же в Ашан побежали уже. Какой Шварценегг? Они сейчас по Москве бегают шляпу ищут. Что знаешь про Шварценегг, Андрюш? А его сделают уже старым Шварценеггером, который уже сейчас, который возраст. Вот. Либо в Владимирской области, либо в Калифорнии. Ну, врач, губернатор. Губернатор – это значит дотация, это документы, это машина хорошая, премиальная. И на конкурсах один журец. Там просто «Кто колол Туринобол» у нас раунд называется, и вот оно. Да, спасибо, спасибо. Все, это, Гашончик, не вари. Серега, что знаешь про Клинта Истуда? Шляпа, вот все, что на фото было, то и было. Ладно, все, что было на фото, то и знаешь. Ну и здесь. Клинтезу черно-белый еще. Всероссийский выбор. Дональд Трамп. Ну, что ты знаешь про него? Он в один дом и снимался. Кстати, да, в одной серии снимался. Во второй части, я знаю. Да. Я не знал, кстати, этого. Он снимался в один дом, а в рейсинге дрался. Он дворником там был. Слушайте, просто не будет, но с другой стороны, действительно, есть ли что, побороться. Это бой за морской бой сегодня. Бой за морской бой, правильно. Я очень хочу выиграть морской бой. Извините, а мне потом, если будут переодевать мне шнурки, кто-то завяжет мне, мать сегодня дома. Да, для этого пришел Сережа. А в целом мы аплодисментами провожаем участников на гриме. Встречайте, Дональд Трамп. Раскололся сразу. А тебе самому как вообще? Да, нормально. А, ну вон там, смотри, твое, щетинистые пойдут сейчас. Клинт Иствуд. Прикольно, что у него никакого пистолета нет, а он держит руки. К сожалению. Это для кресел. И... Хорошо. И... И... Ярнольд Шварценеггер. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты че, сука? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты че, сука? АПЛОДИСМЕНТЫ Она хотела сказать, ты че сука в моей куртке? АПЛОДИСМЕНТЫ Я в этом образе хочу, чтоб меня ножом ударили. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу говно за лошади убрать. Говно за лошади убрать? Да. Это один балл. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ребят, напоминаю. Морской бой. Морской бой. Да. А это значит, будем биться за победу. Впереди очень много раундов. Да. И ближайший из них самый викторинный раунд, где мы будем задавать вопросы о ваших персонажах. Он так и называется. Я себя знаю. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ В этом раунде участники отвечают на вопросы о своих персонажах. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, давай с Дони. Давай. Дони – это рэпер. Специалисты изучили твои предвыборные речи и сделали вывод, что ты общаешься с избирателями как с пятиклассниками. Например, ты редко употребляешь слова длиннее двух слогов. Какое единственное трехсложное слово часто мелькает в твоих речах? Ну, я, кстати, думаю, это не из-за того, что он такой, как с пятиклассниками. Это специально. Американцы тупые, потому что… Да, да. Все тупые. Так какое слово? Кубики. А второе какое? Потому что, как с детьми с ними, у нас хорошо один балл. Да. Ты обещал сделать это великим? Америка. Слово «Америка», да. Это то слово из трех слогов, которое Трамп часто использует. Единственное… Даже из четырех. Единственное такое, типа, сложное слово. Клиент. Испут. Здравствуйте. Послушаем. Вопросик. Итак, в 2014 году ты в возрасте 84-х лет в реальной жизни спас человека. Какая опасность угрожала этому человеку? Эм… Эм… 84, да? И я спас. Скорее всего, что-то стариковское происходило. Очень не отстоял. Это произошло на открытии турнира по гольфу. Ну так себе подсказал. Рассказал, что гольф фигня. И спас человека. И он ушел из этого многомиллионного бизнеса. Да, да. И у него появилось много свободного времени у него появилось. Так, хорошая версия. Один балл. Он просто улицу подсказал, как к гольф-клубу добраться. Я пиздец, как опаздываю. Я, наверное, с гольфом сбил их, да? Да. Я бы так сказала, очень сильно, да. Что может случиться с человеком, и здорово, если кто-то рядом окажется и спасет тебя? Ну вот смотри. Подавился он. Подавился, да. Подавился. Так. А если скажешь чем? Три балла. Хлебом. Водой, блин. А вот теперь гольф полезен очень. Чипсами. Мечом. Мечом для гольфа. Один балл. Клюшкой. Клюшкой. Какой-то, видимо, был изысканный фуршет. Он подавился клюшкой. Да, один балл за клюшку. Нет, он подавился... Подавился фокусом. Смотри, чем он был. Он подавился сыром. Так, дальше. Шварценеггер. Да. В 2002 году. Ты купил... Эй, Арнольд. В 2002 году. Смотри. Смотри. Придурок. Президент Америки. Я могу вас попросить... Кельгу Патаки сюда не пускать? Она заебет меня. В 2002 году ты купил у Австрии этот объект, связанный с твоей молодостью. Что это такое за объект? Детский садик. Мог, но нет. Детскую площадь. Купил всех своих одногруппников детского сада. Нет, ответ у тебя близок к правильному. Это тоже транспортное средство. А вот если бы ты знал, чем увлекался Шварценеггер вообще... Он купил танк. Танк? Да. Ты знал этот ответ? Да. Блестящий. Два балла, да. Танк М-47, на котором ездил Шварценеггер, когда проходил воинскую службу. Я сегодня только чужие отвечать буду. Договорились. Какой, по твоему собственному признанию, у тебя любимый вид спорта? Хобби-хорсинг. Это когда на искусственной лошади скат? Да. Прикольно. Один. Человек похож на того, что будет заниматься вот этим. По возрасту скандинавская ходьба. Один балл. Бейсбол, может, какой-нибудь? Нет, но это типично. Это рестлинг. Это рестлинг. Два балла. Да. Правильно. Ответ Клинт Иствуд. А я помню, что он снимался в рестлинге и дрался в рестлинге. Ничего себе. Да. Я же говорю, вначале я сказал, что веселые старики это мое. Попробуй свой вопрос взять. В 1969 году ты снялся в фильме «Золото Калифорнии». Это единственный за всю твою почти 70-летнюю карьеру такой фильм. Какой именно? «Черно-белый». Нет. Таких там было много. Для взрослых. Плохой фильм. Для взрослых. Романтический. Нет, нет, нет. Романтический, кстати, тоже было немало. У тебя 70 лет в карьере, в профессии. Но вот такой фильм… Это жанр, короче. Это жанр какой-то. Это прям исключение для тебя. Ужасы. Нет. Документалка. Приключенческий. Нет, это 69 лет ты этим занимался. 69? Порнуха что ли? Нет, ну к тому, что у Истуда все в приключенческом жанре, а этот еще и… Ну это не про ковбоев, короче. Вообще другой жанр. Абсолютно. Мультики. Российский сериал. Да я же люблю тебя, Калифорния! Да не любит он ее! Да я люблю тебя! Ну когда вот вы так, как сейчас пародировали российские сериалы. Долго, громко и протяжно. Мюзикл. Да, все правильно. Два балла. Молодцы. Что? Молодцы! Шварценеггер, финальный вопрос этого раунда. «Геркулес Нью-Йорке» – единственный фильм, в котором тебе пришлось использовать это. Псевдоним. Да, да, правильно, два балла. А почему? Ты чего? Молодцы! Он, пока, пока нас выбировали, он про наших персонажей все прочитал. Я все перепутал. Я урою их. Арнольд Стронг тебя звали в фильме «Геркулес в Нью-Йорке». Это действительно первый раз, когда… У меня деменция, уж простите, я… Шварценеггер использовал псевдоним, два балла разыграны, закончили раунду. А где вот эти вопросы про «Становую тягу» и про… Ну давай, сейчас будем усложнять, потому что… Следующий раунд называется «Надо меньше пить». Это правда. Но у нас отличник появился все равно. Он сидит вот в первом ряду еще, к тому же. Так он одет как отличник. Ну да. Единственный из нас. Самый лох из класса. Знаете, на встрече выпускников собирается… У меня ощущение, что вы его отпинаете. Ну да, этот, который пошел и высшее образование получил, ты, который реально говно убирает за лошадьми, а этот просто в рэкет пошел. Ну то есть… Это после девятого, фу. Так, ребят. Вы все любите выпить. Это будет раунд про напитки. В основном про алкоголь, но не обязательно. Алкоголь порицаем. 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 Нет алкоголем. Вам нужно выбрать из четырех картинок свой любимый напиток. Я сейчас подумаю. Поставьте на паузу, сделайте скриншот и что-нибудь дорисуйте веселое. Победитель получит билеты на съемки. Итак. Сука. Четыре… Сама ты, сука? Ты что? Четыре напитка. Эль Ньюкасл. Кока-кола. Куда уж без нее-то. Радлер. Это пиво плюс лимонный сок. Такой, типа, как пивной коктейль. Вкусно. И джин с тоником. Да я колу возьму. Это же ассоциируется с Америкой. Ну как отличник, все правильно. Вдруг он там, типа, тоже такой, я буду колу пить, чтобы все меня любили. Так. Ну погоди, у нас по левую сторону тоже сидит политик. Может быть, он так решил американцам нравиться, что тоже колу начал пить. Я люблю… Я люблю джин тоник. Австриец. А ты не на спорте? Тебе разве можно? Мне еще можно Радлер. Потому что он с лимонным соком тонизирует мою мускулистость. Я, наверное, джин тоник, мне кажется. Я просто смотрел один раз выступление какого-то бодибилдера, он сказал, что кока-кола сильно вредит вообще-то. Ну да, а джин тоник? Нет, джин тоник, а что там только лед из плохого? Пиво. Пиво, что там? Ну заболеть, заболеть. Еще этот тоник сразу добавляют, да, тоже мешает? Витамин С есть во всех напитках, кроме кока-колы. Кстати, прошу заметить. Клинт, мне кажется, пена вот с пива будет на вас смотреться прекрасно на усах. Я, короче, за Радлер, ладно. Радлер. Да. Кола. Джин тоник. Джин тоник и Радлер. У нас получается... Только один участник у нас ответил неправильно. А, ну в этом плане, да. По центру мимо, по бокам, верно. Именно Клинт Иствуд обожает Эль Ньюкасл, а остальные верно. Я тебе советовал, я тебе говорю. Младше. Я хотел его взять, но... Представь, как эта кена украшает усы. Я хотел его взять, но... Джин с тоником обожает Джоан Роулинг. Хорошо. Упрощаем тогда... Философский камень так и был написан. Упрощаем тогда раунды. Следующий раунд называется нейропрозвище. В общем, в нейросеть мы вбили следующее. Мы взяли только ваше прозвище и написали, как бы выглядел бы и прозвище. Вам нужно по картинке догадаться, какое нейропрозвище ваше. Что это? Шуфутинский. Давай, Трамп, расскажи, что видишь? Шуфутинский, да? Шуфутинский, дерево. А вот в шляпе это, наверное, ко мне относится. А какое прозвище, исходя из этой картинки, у тебя? Шляпник. Ты думаешь, нейросеть на слово шляпник нарисовала слепого американца в шляпе? А он почему слепой? Я приехал. А это вообще Морган Фримен. В Ялте. В Ялте. Блин, ну я, очевидно, человек с изжогой вот этот здоровый. Это который? Ну, красного, который там в груди. Насколько я знаю. Горит он весь не видно. Железный, да? Арни у тебя прозвище? Нет? Ну, вдруг они что-то имели в виду с деревом, что я какой-то дуб. Деревянный? Я стронг, здоровый, деревянный, непонятный. А что выбирает Клинт? Блин, ну вот я между вот шляпником и спящим джентльменом. Хочу понять. Просто, насколько я понимаю, я человек в возрасте, и прикемарить это... Добро пожаловать, за здрасте прямо. Дед это Морган Фримен после первой получки. Ну, с другой стороны, Клинт, да? А это не Клён? 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 Клёнд Иствуд? Ну... Клинт, Клинт там вышибают. А у меня вот ещё вопрос. Понимал, Клёнд Иствуд. А в честь меня город в Подмосковье назвали? Какой? Клин. Клинт. И пиво по-твоему тоже... Клинтское. Клинтское. Потом сошли. Какие вы молодцы, могли бы сказать мы, если бы вы ответили правильно. Но каждый из вас ответил неверно. Так давай теперь дадим им прозвище и найдите свои. Давай. Давай. Здесь, значит, первая картинка, вот там где дерево, она сгенерирована по прозвищу австрийский дуб. Вторая картинка, вот эта вот. Это я. Странно, но е. А это Самсон. Что? Самсон. Ну понятно. Ну я австрийский дуб. Афроамериканец это тефлоновый дон. И четвёртый это сонный джо. Сейчас, получается, нужно найти своим. Получается, где самые сложные. Ну я австрийский дуб, понятно. Скажи ты гордо. Я австрийский дуб. Так. Дональд. Я не знаю, может тефлоновый дон. Тефлоновый дон. А почему ты так думаешь? Ну, может у меня бизнес был с тефлонами. Типа сковородки продавал. И на дону. Через Ростов возил что-то. Один гол. Клинс, давай свой картин. Ростов есть. Что? Предположи, что ребята слева и справа ответили верно. Ты кто? Ты Самсон или ты сонный джо? Ну вот я говорю сонный, потому что человек в возрасте. Ну нет, Самсон, наверное. А почему? Да я не знаю. Самсоном тебя прозвали ещё в роддоме, потому что ты весил пять килограмм двести грамм при рождении. Нифига себе. Все назвали Самсоном. А здесь абсолютно верно. Австрийский дуб и тефлоновый джо. О, дон. Да. А сонный джо и Джо Байден. Тефлоновый, кстати, ты потому что подозреваешься, что ты любое доказание можешь избежать. Ага. Следующий раунд называется Твоя сплетня. О! Ну вы популярные люди. Естественно, про вас ходят сплетни и слухи. Есть. Схема такая же. Мы предложим вам четыре сплетни на выбор. Ваша задача найти свою. Наташа, зачитай, что у нас сегодня в сплетненном меню. Первое. Ты уже умер. Второе. Прикольная сплетня. Вот так сплетни. Вот не проверишь же, да? Это по телевизору каждый день показывают. Слухи ходят. Занимался сексом минимум пять раз в день. Ты иллюминат. И потом умер. Твой брак распался из-за любовного четырехугольника. А, это разные. Четыре сплетни. Мне тоже сначала показалось. Вот это ты иллюминат и твой брак распался из-за любовного четырехугольника. Мне все подходит. Ну давай так. Так, а может быть сплетнен, что ты уже умер? Да вполне. Что ты занимаешься сексом минимум пять раз в день. Может быть? Это уже стопроцентная штука. Это ты от себя сейчас не отперсон. Иллюминат это что такое? Это из иллюминации что-то? Иллюминат? Да. Это в самолете подосмотришь. А, просто половина. Когда летишь, тебе говорят, откройте иллюминат. Один балл. Спасибо. А чей брак мог распасться из-за любовного четырехугольника? Мне кажется, Дональда Трампа. Того, кто сексом пять раз в день занимался. Ходил, сука, по троим людям. Подожди. Четырехугольник пять раз. Значит, один раз сам собой. Ты не лезь в мою жизнь. Это сложная сексуальная математика. Ну, кстати, если ты знаешь хоть чуть-чуть про Шверснеггера, ты должен знать ответ. Что он шлюховато. Это же самая популярная сплетня про него. Он сам даже рассказывал. Прикиньте, ребят, я уже умер. Вот эту сплетню он. Такой смотрели Терминатор 2, я в конце там в лаве в натуре умер. Время. Все, давайте. Трамп. Иллюминат. Иллюминат. Клинт. Четырехугольник сексуальный. Вообще же не всплывала эта версия у него. Хорошо. Давай. Арни, давай. Я пять раз в день сексом занимался. Все абсолютно правы. Молодцы. Блин, вот это. Это хорошо. Причем здесь надо отметить, что сплетня про «ты уже умер» вообще про каждого из вас тоже фигурировала. Так что вы ответили. Я такой спортивный, такие слухи ходят. Блестяще. Так, пять раз в день дальше. Со спортсменами это тоже случается. Да, это сплетня. Нет, это правда. Он… Короче, Шварценеггер одно время занимался, очень сильно качался. Мы все это знаем. Во-первых, когда мужчина ходит в зал, уже у него выделяется тестостерон, и он хочет постоянно соить. А во-вторых, он еще все колол. Как будто в школе… Она как бы сейчас вам, но еще бабкам объясняет. Коитус, коитус. Да. И он сам говорил, что у него, он говорит, я настолько просто приходил на съемочную площадку, настолько, я хотел трахаться, извините, заменить невозможно, что, говорит, я не мог себя контролировать. И каждую почти свою напарницу по съемкам, он просто… И Дени Девита? Один балл. Почему? Ну, это между нами. Я тебе не рассказываю. Фантастически. Лех, с понедельником в зал идем. Нет. Ты слышал схему, ребята. Ты слышал схему, тестостерон. Ну, подожди, ты еще… А, нет, не в смысле, что мы с вами в один вдвоем. Не пойду я с тобой. Там еще такая схема, что бы давали, надо еще выглядеть как Шварценеггер. Так, погоди, погоди, девочки, поднимите руку, как вот Шварценеггер в лучшие свои годы, вот это вот перекачанное мурло, оно вам нравится? Да. Вот и что. Всем нравится ковбой, это что? Да мы… АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы тоже, девочки. Все, Дима, потом поговорим. Дома. Дома. Раунд, который называется «Твой русский». ЕС. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, что-то русское. Раунд. 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 Раунд, на самом деле, к великому сожалению, на логику. Он ассоциативный. Мы Вам сейчас покажем троих известных русских. Ваша задача – сопоставить себя логически с этой человеком. Чтобы вас через какую-то цепочку объединить. Посмотрите, пожалуйста, на фотографии. О. Это Леанид Гайдай. Это Сергей Богданович Семак из Савелья Крамеров в Голливуде играл. Значит, он с нами двумя. по крайней мере, да со всеми он общее что-то имеет. Ну, значит, видимо, не по этому принципу какое-то объединение есть. А зря. А, ну, он играл, наверное, со мной в каких-то картинах со мной играл. Краморов? Да. И Клинт Истуд? Да. В золото Калифорнии. Как только Краморов приехал в Голливуд, вы начали там петь, блин. Так, две черно-белых и одна цветная. Я начал думать просто. Вот так, да, мы решили? Возможно, Краморов, потому что в американском кино у обоих мало ролей было. Пригольный ответ, смешной. Один балл. Действительно, у Трампа возможно даже больше появлений в американском кино, чем у Краморов. Семак хотел ковбоем стать. В детстве мечтал Сергей Семак стать ковбоем. Вот так в школу приходил. Один балл, хорошо. Давайте итог подведем. Как-то зафиксируемся. С кем вы ассоциируетесь и по какой логике вы выбрали этого человека? Начнем с Арнольда. Ну, спортсмен я, блин. Сергей Богданович Семак. Хорошо. Клинт. Ну, все-таки... Клинт на сопельке. Клинт на ниточке. С Краморовым. С Краморов, услышано. Принято. Доник. Тоже Краморов, я же сказал уже. Тоже Краморов. Ну, шиш, получается. Да? Ноль абсолютно и у каждого. Логично, раз на логику, как бы, раунд. А мы что знаем-то, ребят? Ну, да, ну логика субъективная, естественно. Там всякие-таки что-то. Например, Клинт Истовут и Семак, это мэч. Почему? Потому что у тебя, у него по 8 детей. А, я знал, что у тебя там уже. Такая вот фишечка. Что с Шварценеггером. Савелий Краморов. Вот тут ассоциируется со Шварценеггером. Они оба снимались в красной жаре. То есть ты говорил, что у вас был совместный фильм, а совместный фильм был у Арнольда Шварценеггера, у Краморов. Красно. Почелуй, мальчик. Но это еще не все. Еще они оба сидели несколько дней в тюрьме. Краморов за то, что пытался продать собранную им в юности коллекцию икон за границу. А Шварценеггер за то, что во время армейской службы ушел в самоволку для участия в «Мистер Европа». В первом конкурсе, который-то как раз выбыл. Я знаю, я помню. И Леонид Гайдай, и Трамп в фильме «На Дерибасовской хорошая погода» или «На Брайтон-Бич опять идут дожди» часть сцен снимали в казино Трампа. Причем Трамп хотел, чтобы и его сняли тоже, но Гайдай ему вежливо отказал. Аплодируем участникам. Продолжаем раунд ваших цитат. Называется он «Это я сказал». Поехали. В этом раунде участникам нужно угадать слова, пропущенные в их цитате. Давай, с кого? Цитата Трампа. Давай. Сразу хорошая. У меня достаточно большой, чтобы управлять государством. Опыт. Я думаю, это опыт. Опыт? Нет. Какой он воспитанный? Кто-то скажет «большой брат». Нет. Чуб. Чуб. Нет. Возраст. Нет. Вы чё? Палец, палец. Он держит. Нет. Смотрите, вот если я сейчас прочитаю это предложение без даже вставки слова, оно уже работает. У меня достаточно большой, чтобы управлять государством. Это законченное в целом предложение. Бизнес. Я тут всё время это слово подставляю не туда. Тут оно действительно появилось. Член. Да, член. Два балла. Вот так, блядь. То есть мы сидим, да, всё, не говорим. Всё, не хру. Просто член. Мы ждали. Наконец-то. Он так сказал? Он так сказал? А как это помогает управлять государством? Я думаю, что имеется в виду, знаешь, типа мы бы сказали, у меня большие яйца. Ну да, он перепутал, мне кажется, члены яйца. Он обычно двусложными говорит. Да. Яйца для него тяжело. Да. Ист, вот твоя цитата. Ага. Если вы хотите... Тосты. Купите тостер. Если вы хотите тостер, купите тостер. Поджаренный хлеб. Поджаренный хлеб. Один балл. Если вы хотите... Потратить баллы вам в видео. Ждём вашу рекламу. Один балл. Но я хочу сказать, что логики я в этой фразе не вижу вообще. Если вы хотите, чтобы вас садануло током, купите тостер. Если вы хотите меня порадовать, купите у меня тостер. Если... Ты уже оставляешь туда, где пропуска нет, да? Если вы хотите вкусный завтрак, может быть. Если вы хотите, чтобы пахло жареным... О, это по-ковбойски, кстати. Один балл. Один балл. Чеминоледи согласилась за тостер. Ну, за тостер. Ну, это невозможно отгадать, если честно. Давай своими швитиеватыми подсказками. Я тебя услышала, ни слова больше. Если вы хотите... Ой, кайфово. А, тогда цветок. Цветок. Если вы хотите хаос. Я лежу. Первая буква. Г. Бля, почему? Резда. Г? Г. Г. В другую сторону, да. Вторая буква. А. Да. Говна. Третья буква. Р. Р. Гар. Горчицу. Гарнир. Гарнир. Дмитриева. Гараж. Ты мне нужен. Гарантий. Гарантий, да. Я лучшая в игре вы. Если вы хотите гарантий, купите консер. Молодец. Мы с Натали предположили, что это цитата из какого-то фильма. Какие гарантии? Возможно. Но он не ломается. Наверное. Ломается. Ну, кстати, да. Смотрите. Точку. Нет, ты типа покупаешь консер, но гарантия идет. Точка. Точка. Это точка. Я угадал. Нажмите на стоп. Вот это упражнение делай. И отправьте нам что-нибудь дорисовать. Вот это упражнение делай. Такая спина болеть не будет. Ой. А вы говорите, почему меня нет детей? Ну что же, цифры просмотром подняли. Да? Давай дальше. Это же на стоп-кадре будет, правильно? Сто процентов. А у меня еще и на фотообоях. Развесили. По всей школьной рекреации. Арнольд. Ты тоже говорил. У тебя тоже есть цитаты. Вот одна из них. Для меня жить, это постоянно испытывать ахуй. Ахуй. Один балл за член. Ты мне, блядь, помешал цитату. Стресс. Для меня жить, это постоянно испытывать? Голод. Голод, два балла. Да, блин. Ну, они жрут качки, а потом сру. Да, даже это... Блин, а можно я, чтобы вы сразу это не забрали, заберу себе? Покажите мне человека без члена, и я покажу вам лузера. Это сказали бы вы. А я вам просто говорю, покажите мне человека без, и я покажу вам лузера. Без чего? Члена. То старались, крутой братья. Один балл за тостер. Я уже в какой-то момент подумал, я очень много за тостер дал, и сейчас еще раз за тостер, прикинь. Короче, на самом деле это очень крутая, пацанская такая, супер мускулинно-въежистая, выпендрежная цитата. Без опасность. Покажите мне человека без опасности. Без тачки, без десятки, без лады. Без заниженной приоры. Без приоры. Вот, покажите. Без понятий. Ну. Чего она пацанская? Без бабы. Без бабы. Она прям, она трампистская такая. Без футболки с волком. Двадцать баллов. Вот, Трамп, ты какой? Какой ты Трамп? Какой ты сегодня Трамп? Без власти. Без власти. А чтобы власти добиться, это тоже, вот он считает, что это тоже обязательно нужно. Без амбиций. А Наташа вам не поможет пантомимы, потому что там еще и первая буква сложная. Покажите мне человека без пяти минут шесть. Покажите мне человека без пяти минут шесть. Он знал, что этот человек придет в это время. Вон он, блядь, пузер стоит. Человека без амбиций. Без достижений. И это может быть... Достижения, 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 достижения. Когда тебя кормят большое количество достижений, у тебя растет это. Эго. Да, два балла. Да, да, да. И он просто не выгорел, он сказал, вот так вот. Истут. Каждое что-то играет свою мелодию. Оружие. Каждое сути. Сердце, ружье. Да, два балла, Трамп. Да блин, он быстро угол. Порти честно. Шварценегин. Сейчас у меня есть 50 миллионов долларов, но я был так же счастлив, когда у меня было... 49. Да, два балла, 48. Да, ебать, красота. Ты можешь поиграть? Я пошутил. Да, он хотел поприкалываться, а вон что оно получилось. Да он в морской бой хочет, а не прикалываться. Я купил ответы. Как же сильно. Сядьте напротив друг друга, чтобы не видеть поле противника. На металлическом поле расставьте свои корабли так, чтобы они не... Это пыльно. Дима, стало жарко, что ты делаешь. Стреляйте по корабляму. Дима, остановись. Называя координаты, например, А1. Хорошо. Все, я не хочу больше эту игру. Она грязная. Она порочная. Да, ребят, в каждой программе у нас есть этот раунд. Сегодняшняя программа не исключение. Мы вообще считаем, что это ключевой раунд нашей интернет-векторины. Он называется «Что было раньше». Раунд, куда приходит гость, рассказывает истории о ваших персонажах, но рассказывает их не до конца. В какой-то момент он прерывается. Ваша задача самостоятельно рассказать, чем же история закончилась. Все понятно? Да предельно. Что было раньше? Поехали. Итак, мы уверены, что вы все общались с психоаналитиком. И сейчас у вас будет коррективный сеанс. Встречайте. Ведущая и автор шоу «Чужие письма» Ольга Кузнецова. Привет. Ольга, привет. Привет. Спасибо большое, что нашла на нас время. И вот на этих... Они действительно нуждаются в диагнозе или хотя бы в совете. Ну и просто красивая женщина еще. Да, да, да. Давайте еще отдельно поаплодируем Оле. Я надеюсь, что все по костюмам более-менее понятны тебе. Алексей, мое почтение. Здравствуйте. Костюм Алексея Юлианова. Меня узнали. Это Трамп. Это Трамп. Да, это Трамп. Алексей Трамп. Класс. С кого начнем? Ну, можем, собственно, с Трамп. Я Рудам, да? Хорошо. Во-первых, потрясающе выглядеть. Да, я сам одевался. И сам причесывался. И в Солярис ходил. Пока еще сам одеваешься. А я считаю, что Трамп правильно держит эту марку. Вот как Пэрис Хилтон, да, была? Вот в те годы нас отбрасывает. Да, да, да. Надо держать ее. Ну, было бы неинтересно, правда, если бы Трамп был без вот этого оранжевого цвета лица, без челки. Согласна. Да, вообще было бы неинтересно, если бы в Америке были адекватные президенты. Итак, один из самых громких скандалов прошлой предвыборной кампании Трампа случился в штате Кентукки. Была встреча с избирателями. На нее пришла женщина с плакатом, надпись на котором обвиняла Трампа в преступлении. По злой иронии охранники Трампа повели себя таким образом, что позволило недоброжелателям затем судачить, мол, надпись на плакате имеет под собой все основания. Внимание, вопрос. Что было написано на плакате? Спартак чемпион. Дуров верни стену. Один балл. Спартак чемпион – очень смешная шутка, я считаю просто. Зенитовец, ты посмотри на него. Возможно, что-то схарасывает. Ладно. Это, кстати, похоже на правду. Он бьет женщин. Он насилует женщин. А охранники что сделали? А ковбой-то разошелся. Ударили женщину. Вот это предвыборная компания. Поэтому ее миллион людей смотрят. Ничего себе охранники женщины насилут. Не, охранники ее, типа, вы толкнули как-то. Толкнули, да. А что у нее было на плакате? Трамп толкает женщину. Один балл. Нет, стоит женщина. Важно понять не только, что написано на плакате, но и что это за женщина. Он трогает нас. Ну давайте, такая, 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 такая. Она написана, что было? Все, наверное. Написано. Вы принижаете темнокожих женщин. Ну что, типа, там было, ну, Оль, прочитай ответ. Ответ. Надпись на плакате обвиняла Трампа в расизме. Женщина была афроамериканкой, а белые охранники Трампа применили к ней насилие. Два балла за правильный ответ получает Дональд Трамп. Как сейчас помню. Отлично. Дальше Клинт Иствуд. Напрягайся. Клинт Иствуд. Здравствуйте. Шикарно выглядит. Спасибо. Я тоже сам одевался. Клинт Иствуд не всегда политкорректен и брюжит за старые времена. Вот его цитата, например. Сегодняшнее поколение – это поколение рыхлых котиков. Столкнувшись с проблемой, они говорят, давайте разберем поведение хулигана с точки зрения психологии. А мы просто давали хулигану по жопе. По этой же логике продолжите историю. Однажды Иствуд был в Исландии на одном водопаде. На узкой площадке от пропасти его отделяла только натянутая веревка. И он подумал, а в Америке здесь все бы обнесли сеткой и высочайшим забором. Почему такая разница между Исландией и США по версии Иствуд? Потому что в Исландии… По версии Иствуда. Жесткие люди живут. Чемерные. Типа, если… Ну, одним больше, одним меньше, пофиг. Ну, как будто бы тепло. Как ни странно, да. Это близко. Как ни странно. Американцы тупые. Им все надо подпишись. А ты можешь на эту камеру сказать вот в этом образе, пожалуйста, еще раз? Мы, американцы, все тупые. И что если он подойдет к обрыву хулигану, он даст ему по жопе, и он улетит. Что честно с его точки зрения. А здесь очень важно понимать разницу последствий. Если и там, и там одно и то же ограждение, то есть разница между странами. Ну, типа, они такие лезут куда не надо, и поэтому надо все ограждать от них. Если бы в Америке стену построили, и бы мексиканцы перелезли. Я, кстати, тоже об этом подумала. Сто процентов. Почему в Америке обносят все сетками и заборами? И в этом ключевое отличие… Пытаются защитить всех, чтобы они не падали. А если подумать, а если вот на 180 перевернуть, если обнося сеткой и заборами заботиться не о человеке, а о себе, те, кто обносят. О том, чтобы если кто-то упадет, их потом засудят. Абсолютно верно. Да. А в Исландии? А в Исландии нет. Нет таких там… Ну, давай, Ольга, точнее, 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 здесь глобала Клинт Иствуд, да, давайте почитаем точный ответ. Повторяю вопрос. Почему такая разница между Исландией и США по версии Иствуда? Ответ. Потому что в Америке, если ты упадешь, всех затаскают по судам. А в Исландии кто упал, сам виноват. Тут виноват, да. Цитата его прямая. Люди думают так же, как раньше думали в Америке. Если ты упал, ты идиот. Аплодисменты Клинту Иствуду. Два балла разыграны. Ну и… А у нас тоже так сейчас в горах вот эти вот супербезопасные канатки. Помните, раньше вот так цепочкой пристегнулся и едешь вот это вот на колесе обозрения, то все заботятся. Раньше вот не было такого. Не брежи, не брежи, не брежи. Все, давай, погоди. Что ты завел? Да, я развернул. Есть у кого-то? Арни, слушай. Good evening, please, Russian. Hello. Ты вот хочешь в эту войну сейчас ввязываться? Не хочу вообще. Арнольд, давай, слушай по-русски. Шварценеггер. Мускулатура Арни – это его главная фишка. Тело Арнольда – его гордость, но одновременно и его крест. На съемках легендарного фильма «Конан Варвар» из-за мускулатуры у Арнольда возникли некоторые проблемы, которые могли повлечь для него печальные последствия. Слава богу, все обошлось. Итак, вопрос. Что это были за проблемы? Ему вот сюда пластырь приклеили, он дотянулся. Один балл. Ну, наверняка со здоровьем. Какая это случается? Он не выдержала. И умерла. Он не пролез где-то в узком месте. Смотри, тут ключевое… По сложных съемках это отчасти. Да, ключевое, я думаю, тот, что у него возникли некоторые проблемы, которые могли повлечь для него печальные последствия. А печальные последствия физиологически, здоровья имеется в виду? Здоровья. Кроссовки не подошли. Что такие? Сломать ногу, например. Ну, типа, не настроение. Сверху шею, например. В каком случае, да, ну, игра актера на площадке может закончиться печальными для него последствиями. Какая-то скоховка его не выдержала. Вот. Так. Продолжай. И чем его тело подвело-то? Ну, пришлось самому играть. Оно довольно… Совершенно верно. Два балл отрава получает, да. Уникальная мускулатура, и нельзя было найти каскадера, который выполнял бы. Нельзя было найти такого же крепкого актера, чтобы он был каскадером Шварценеггера. Супер, вообще, честно говоря, история. Жалко, ноль за это получил Шварценеггер. Ну, качал-то не голову. Давайте так скажем. Это да. Хочу заметить, что у качка кресло-качалка. Один балл за то, что ты все замечаешь. За наблюдательность. И за то, что ты пришел с пистолетом. Как могу не дать балл? Тоже придумывайте. Оль, спасибо тебе огромное. С удовольствием. Вот так вот немного времени провела с психически нездоровыми людьми. И их образами. Да. Оля Кузнецова. Спасибо большое. Да, спасибо. 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 Ребята, до свидания. Финальный раунд. Вот он у нас вообще не изменен. Вас что-то объединяет. Не в смысле, что вы все дожили 10 лет, у вас у всех по два глаза. Нет. Нет, ну что-то такое более конкретное и интересное. Придумайте, пожалуйста, объединяющий фактор для вас троих. Ничего сложного. Время пошло. Пишем, 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 пишем. Можно много вариантов. Дима, ты заметил, на сегодняшний день самый активный из этих участников, ну, у нас Трамп. И в жизни тоже самый активный сейчас Трамп. Я заметил, я в шоке, что это Леша Юриянов, который обычно ходит и три слова говорит у нас. И вот смотри, как он сегодня. Сегодня четыре. Он пытается выгрызть эту победу ради такого времени. Я хочу морской бой. Я, конечно, сотру ценник, блядь, но вспомни, это 85 рублей стоит. Блин, и столько кайфа, наверное. У нас проходит голосование, где, да, все зрители могут проголосовать за понравившегося участника. Дальше, где-то ближе к финалу этого голосования, мы выберем тех, кто больше всего нравится аудитории. Организуем суперфинальное голосование уже из этих, то есть из победителей зрительского голосования каждого выпуска. И вот уже этого человека обязательно позовем участвовать в финал. Ничего себе, это надо бороться. Это стимул невероятный, чтобы наши гости звали родственников. Это надо смотреть каждый выпуск, получается. В принципе, надо смотреть каждый выпуск. И каждый выпуск проявлять активность. Да. Наверное, да. А вы уже, у вас есть предположение? Ну, не выкрикивать, но просто сказать, да или нет? Да. Езжайте домой, дождитесь, когда выпуск выйдет и напишите в комментариях, хорошо? Это так интересно. Все, Трамп, давай начинай. Да. Что вас обвиняет? Мы все продюсеры. Снимались в кино. Сто пудово. Так. Я думал, ну, вдруг это как со словом «хуй» тоже надо было этот вариант все равно написать. Это правильно. Ну, я не стал. Я тебе так скажу, я тебе балл за это дам. Ты написал «хуй»? Я написал «хуй». Имеет недвижимость в Калифорнии. Точно прям знаешь? Нет. Падали с мотоцикла два раза. Один балл. Есть небрачные дети. Все, что знал про Шварценеггера написал. Нормально, попланировали. Два балла у нас заработал Трамп. Австрийец. Причем там, понимаешь, да? Из него можно будет вытягивать правильный ответ. Уже точно. Клинк, давай. Ну, политика может как будто их объединять. Возможно, они все либералы. Но не факт. Калифорния, вот, роллы. Это роллы. Да. Любят все они, возможно. Они деды все. Есть. В данный момент они деды. Это просто факт. Как мы поспорим, это не так. Ну, кино, соответственно, это, да, обязательный пункт. А КВН? Их всех показывали в КВН. Их всех делали в КВН, показывали, да. Ну, кстати, Клинта изтуда не помнишь. Ну, ковбой. Ковбойская домашка. Ну, хорошо, вот за это один балл. Тебе тоже дам аплодисменты нашему Клинту Истману. И я бы хотел на такую команду КВН посмотреть. Маленькая подсказка, потому что ты сегодня новичок. Болитик. Пока у нас Шварценеггер будет отвечать за свои подготовленные ответы, посмотри внимательно на второй и на четвертый свои ответы и постарайся их как-то соединить. Давай, чем вы... Трамп подсмотрел? Я не видел. Трампам-пам. Блять. Я-то куда? Я не стал писать очевидные, типа, политика, кино там или что-то. Значит, ну, отчасти... Они все были президентами, хотя бы локальными. То есть президент школы, хотя бы кто-то из них был или что-то в этом роде. Все президенты. У всех кожаная обувь была. Я так посмотрел. Все любили футураму они. Ну, так я предположил. Все дедушки и стоят на учете в поликлинике. Хороший. Один балл. Я написал. У всех была судимость. Ты сидел в тюрьме. У меня на нескольких из вас была. И написал, что они все были в разводе. Отлично. Аплодисменты Арнольду Шварценеггеру. Вы все даже упомянули две части правильного ответа. Просто нужно догадаться, как сейчас эти части соединить. Сто процентов. Разводился в Калифорнии. Вот это, конечно. Вот, вот, надежда моя в попадание. Вот ты. Технику соединения. Нет, но технику соединения правильное. Политика замешана. Политика. Да просто ты не знал про Клинта Иствуда. Что он либерал. Все республикаются. Здесь все демократы. Они все достигли возраста, когда голосовать можно. Или нельзя уже. Смотрите, вы все... Занимали политическую должность. Вспомните, Рональд Рейган. Ваша последняя подсказка. А, они режиссерами были все. Который? Стал президентом. Ну, в данном случае стал и политиком. Вы все сначала были актерами, а у вас в дом была политическая карьера. Но про Шварценеггера и про Трампа все понятно. Отдельно зачитаю про Клинта Иствуда. В 80-й ты был мэром калифорнийского городка Кармел. Да, так что здесь у нас получается 2 балла заслуживает Трамп за правильный ответ в финальном раунде. Но это еще ничего не значит. Наташа, ты всегда шикарно вручаешь призы. Господи, я тебя никогда не просил, чтобы на скорбой достался. Ну что? А сколько раз выиграли? Один. Один раз? Один раз. А сегодня второй. Я тебя поздравляю. Спасибо. Выиграл Дональд Трамп, друзья. Все куплено. Все нечестно. Еще одна четырехпалубная. Спасибо. Пишите в комментариях, что типа русские считали, Трамп победил. Леш, давай чаще видеться с тобой. Напишите в комментариях, если считаете, что Трамп купил победу. Я считаю нечестно. Я ищу друга, чтобы поиграть в это. Да у тебя нет друзей больше. Дай телефон свой. Будем прощаться с вами. Вам спасибо огромное за внимание. Вам за ваши комментарии. Андрей Жмыхов, Сергей Мисоедов, Леша Юрьянов, Наташа Борисова. Дмитрий Павлов. Все, друзья, пока-пока. Все, пока-пока. Все, пока-пока.